расскажи ярослав свою историю нам поведай купил я машину у официального дилера месяца два назад за сколько 570 тысяч где-то так вот как не битую не крашеную с одной притертостью где бензобак получается это заднее левое крыло если смотреть на машину заявляется одна авария на машине вот как сказал официальный дилер та самая притертость но в принципе мы с человеком который более-менее в этом понимает прощелкали толщиномером машину он посмотрел все действительно одна крашеная деталь это вот то вот крыло и в итоге через какое-то время катался я катался забрал машину все в порядке было спустя там месяц полтора вот буквально две недели назад я выехал из дома на учебу и встал на мкаде на аварийке какой-то пластмассовый звук сначала думал что коробка сломалась в итоге отказал топливный насос на эвакуаторе я доехал до ближайшего официального дилера по иронии какой-то судьбы попал я в мейджор строгино ты и они мне говорят думаем давно говорили нужно было насос менять дает ним говорили не вам не мне говорили предыдущему владельцу замечательно у которого зовут руслан вот и распечатали мне заказ наряд о ремонте автомобиля который был сделан такой капитальный аж на полмиллиона рублей первая часть это запчасти получается дальше следующий листочек там еще запчасти и дальше уже выполненные работы включая пол багажника оба ланджерона задних ухты то есть не только крыло было крашен и даже так она была крашена но вторично сумма 460 тысяч 322 рубля 50 копеек внушительная сумма на крыло задняя левая окрас нижняя часть окрас правая задняя окрас пол багажника крышка багажника лонжерон задний левая окраска лонжерон задний правый бампер панель задняя слушай ну ничего так приятно более чем казалось то самое крыло которое было окрашено она была окрашена уже вторично а изначально все что пострадало было заменено на новое и поэтому по толщиномеру она никак не бьется слушай но товарищ то который тебе помогал машину смотреть он поглубже не копнул или он так поверхностно очень просто вот как у него просто был толщиномер и он просто решил тебе помочь да грубо говоря да то продавал тебе не мейджер другой дилер продавал другой дилер менеджер это просто ирония там он просто обслуживался ты попал в то место короче где она ремонтировалась и она обслуживалась . да красавец классно повезло повезло но на самом деле красавец не ты красавец тот дилер который тебе втюхал эту машину а продавали как не битую как не крашенную притертость сюда потому что вроде вот все как бы нормально и детали новые поставили и вот не узнаешь вот вы наверное можете копнуть дальше и увидеть это обычный человек который приедет он просто но он пробьет этим толщиномером и обо мне узнал когда до того как купил эту машину а почему человек с толщиномером ходила не я с тобой за машиной наверное там я не люблю неудобные вопросы задавать для тебе его задам наверное потому что в тот момент когда появился этот вариант он стоил чуть больше чем я мог себе позволить я так перезанял еще у человека там на неделю денег чтобы хватило и чтобы я купил и уже вот просто не помещался но сэкономил в итоге сэкономил но сэкономил да ну чё давай посмотрим тогда чего у тебя там чего у тебя там по полу багажника открывай я не знаю почему так это вот я сразу не увидел да не самое страшное что пластмасска то отходит так у нас здесь вот это вот ремонтная фишка вот так вот быть не должно но это так если человек который тебе помогал посмотрит потом это видео да он следующий раз когда возьмется кому-то помочь он поймет что так вот быть не должно цвет такой приятный бодренький очень прикольный мне тоже нравится давай теперь тогда вынимаем сразу же видно что вот это вот сварено вот это не ну не на заводе когда насторожила при осмотре машины при покупке насторожил он ты все-таки решил не прислушиваться себя это нормальный герметик заводской в дилере на что-то мне подсказывает что ремонт у тебя был аж вот вот это вот место какие-то дефекты вот так вот тоже быть не должно резалась задница ну по крайней мере нижняя часть посмотрим давай поглубже что кстати по стойкам по проемам подверным подушка есть на месте не все на месте давай тогда открутим эти вот болтики снимем пластик ох ты смотри как очень лишь какая красота не там ты резинки снимал деформация трещина варили все там герметиком замазывали ну конечно здесь такой мясной ремонт кронштейн замятый скинем боковины вот эту одну боковину и другую я же связался с первым собственником и он мне все честно рассказал как все было врезалась машинка маленькая то ли cintro en то ли peugeot прям в центр здесь еще спойлер был красивый в итоге мы решили в заказ снаряд спойлер добавить но на машину его не добавить я свой любимый ключ на 10 потерял где-то г-образом что ли все а мне есть у тебя есть у меня тоже есть а просто хотел наболевшим с тобой поделиться а я понял он лет пять наверно не служил верой и правдой так лайтово а я понял я могу рукой можешь рукой да могу рукой то есть я еще ничего не смотрел быть первый анбоксинг машин скажем так то есть для тебя то что мы сейчас делаем это все впервые вновь да все будет это первый раз все бывает когда-то в первый раз это точно в целом то машины доволен вообще офигенная машина по технической части все отлично пробег честный благо у нас был вида дайс для volvo проверили по блокам это единственное что мы правильно сделали наверное давай посмотрим дальше может не все так плохо еще смотри что я тебе принес о на держи пожалуйста большое ну чё давай-то сдернем обшивку поможешь мне да конечно тут веселуха да во всю еще один подарок специально для меня все специально для тебя твоя же машина пожалуйста потом обратно все вернем сейчас разберем а потом соберем заодно посмотришь на канале часто спрашивает кто собирает машина посмотришь в одном те комментарии кто потом собирает машину в итоге сегодня ты узнаешь эту тайну снимем еще резинку на всякий случай по-хорошему бы чтобы вот так копнуть нужно снимать краску ну само собой мы с этим заниматься не будем варивалась у тебя вот значит по вот эту границу вот сюда вот варивалась видишь мой он отходит вообще веришь что происходит про металл голый идет под герметиком да 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 вот так вот поэтому варивался у тебя весь пол целиком фактически идет варка всего пола вот так так вот так вот сюда вот уходит потому что здесь тоже вот это вот не заводское 10 герметик не заводской просто он здесь не рассыпается так как по другой стороне вот так вот идет плюс у тебя варена еще вот эта панель тоже варена идет видишь он какие щели лишь как сварено это конечно не совсем правильно здесь вот по-другому можно было сделать более качественно вот смотри вот лично я считаю что вот это вот например место можно было сделать намного лучше смотри вот здесь у тебя кронштейн как был деформирован так он и остался очень деформирован здесь вот хотя бы в божеском виде идет соединение панели хотя шпаклевка есть а вот здесь вот смотри как раз на что я сразу обратил внимание да здесь вообще трэш что здесь нет точки все вот это дело начало уже ржавеет конечно интересно вообще удар пришелся что верхние панели все целые задницу подмяло 300 именно пол багажника именно вот эту панельку она просто стояла на тормозе назад прилетела а что за машина маленькая peugeot или citroen маленькая машинка обидно знаете в чем обида самое главное в том что после того как я поговорил с первым собственником он сказал честно то что мастер приемщик которому он отдавал эту машину в трейдин и у которого я ее покупал один и тот же человек он знал про аварию вот это очень важный момент вот это очень важный момент то есть там фактически не дурак работал вопрос наверное не то что даже не не к автосалону к человеку почему вот так поступают люди потому что надо продать нужно продать нужно выполнить план нужно заработать деньги нужно быть на хорошем счету своего начальства своего руководства и еще есть такой немаловажный момент человек вот сам по себе вот если он человек тон человек неважно есть у него деньги нет у него денег сколько ему лет если человек говно есть у него деньги нет у него денег маленький он большой он будет всю жизнь говном вот понимаешь человеческий фактор то есть вот если у тебя есть такая жилка говнеца где-то в душе то ты вот этим говном всю жизнь не пройдешь если нормальный человек он понимаешь есть что-то допустимое да вот по своим каким-то внутренним просто внутренний мир что-то позволяет делать а что-то не позволяет делать вот в этом вся загвоздка все-таки официальный дилер ну по крайней мере в моем представлении это должно быть несколько иначе то есть я понимаю ты покупал бы где-то там под эстакаде третьего транспортного кольца у перекупщика который не вписан в птс который там выкинул симку сменил симку блин ну когда вот так вот это уже просто это уже это уже край идея очень четко у вас по моему я слышал людей официальный дилер это как святыня такая да да и люди реально мне кажется так и должно быть если дилер официальный то он должен реально проверять и а он ее реально и проверяет понимаешь в чем прикол они что реально проверили они же знали ну и чего ты значит оставил претензию да мне перезвонили сказали то что мол знаете мы к сожалению не можем контролировать всех наших менеджеров тут такой человеческий фактор этот менеджер уже уволен по другим причинам каким-то вот так что наказать мы его не можем вам ничего предложить не можем потому что мол вот у вас отказал топливный насос из-за того что мы вам не сказали про аварию да ну вот но условно говоря а если у вас там через год откажет еще что-то тормоза вы опять придете к нам скажете что это из-за нас ты когда эту машину покупал у тебя в договоре купли-продажи что написано в акте приема передачи то есть есть какая-то информация о фактическом состоянии автомобиля на момент покупки нет то есть ну есть просто автомобиль просто автомобиль в отрыве от всего то есть какие-то заскриненные объявления где написано что она не битая не крашеная конечно есть такое есть то есть объявление заскриненное миллион там пунктов проверки там все по спецпрограмме там ну чего в следующий раз будешь проверять машина точно 100 процентов смотри если бы ты знал что у нее такие проблемы по заднице ты купил бы эту машину не знаю спорно потому что мне очень понравился цвет он еще редкий этот цвет в москве для volvo и тут так так подвезло еще плюс хорошей комплектации не знаю но все-таки наверное нет потому что безопасность важнее то есть как бы это такая странная тема была бы купить самый безопасный автомобиль который уже не безоборот уже уже биты да да сейчас будем с тобой собирать машину друзья вот такая вот прискорбная ситуация к большому сожалению я очень надеюсь что ярослав у тебя все вопросы решаться если вы хотите посмотреть сколько стоит volvo s60 вы хотите купить такой автомобиль либо продать либо вам просто интересно сколько стоят подобные автомобили переходите на сайт автору ссылку я оставлю в описании под видео все фильтры для вас будут настроены вам останется только нажать на ссылочку перейти на автору и посмотреть все что продается на данный момент сколько стоят эти автомобили но не забывайте главное что ярослав надо не забывать проверять машины перед покупкой обязательно абсолютно верно проверяйте то что покупаете и если есть какие-то интересные истории уже у вас вы купили проблемный автомобиль либо у вас есть предпосылки думать что вы купили проблемный автомобиль звоните пишите как это сделал ярослав и самый интересный сюжет обязательно окажется на моем канале на сегодня все всем пока